Уважаемый Алексей Степанович, уважаемые коллеги, в продолжении разговора о лечении щитовидной железы мы хотели бы рассмотреть современные стандарты лечения медулярной карциномы щитовидной железы. И на сегодняшний день, вообще известно, было и рассказано ранее предыдущими докладчиками о формах медулярного рака. Хотелось бы просто напомнить о диагностике медулярного рака щитовидной железы, которая включает стандартные исследования, это визуальный осмотр и УЗИ. Есть специфические для медулярной карциномы исследования биохимические показатели, онкомаркеры, такие как кальцитонин РЭЭ и исследование общего ионизированного кальция, исследование мутации РЭД. В зависимости от степени распространения опухолевого процесса, конечно, рекомендовано было бы обследовать пациента полностью, это выполнение МРТ, мягкие ткани, шеи, КТ, грудно-брюшной полости и ряд других исследований. При рассматривании вопроса о хирургическом лечении, так как при медулярной карциноме, конечно же, основным методом лечения является хирургическое, по возможности и зависимости от степени распространения опухолевого процесса, у пациентов показано несколько оперативных вмешательств различного объема. Это радикальное хирургическое лечение, палеотивная, циторедуктивная операция, операция по жизненным показаниям, которая выполняется при распространенном процессе у пациентов с отдаленным метастазированием, прорастанием соседних органов, для обеспечения жизнедеятельности и улучшения качества жизни этих пациентов. При рассматривании объема оперативного лечения, хирургическое лечение о радикальном объеме, различается несколько объем операций, это тиреоиды к томии, естественно, и несколько видов объемов лимфодисекции на шее. Центральная лимфодисекция, фасциально-фотлярное сечение и операция края. Представлены несколько будут слайдов по самим операциям, которые, в общем-то, все знают. Это тиреоиды к томии с центральной лимфоденоктомией, выполнение удаления всей щитовидной железы, ревизия интероперационно-ревизия возвратных нервов и, конечно же, желательно сохранение паращитовидных желез при распространении минимальном этого процесса. По ряду авторов рекомендовано, конечно же, и выделение этих паращитовидных желез. Оперативные мешаются по поводу имплантации их мышц, для того, чтобы обеспечить и защитить пациента при повторных операциях, при возможных травмах паращитовидных желез и в дальнейшем стойкого гипопаратириоза. Операция в объеме тиреоиды к томии, фасциально-фотлярное сечение, сохранение вены внутренней ремной и кивательной мышцы выполняется в этом объеме у пациентов при небольшом распространении без признаков врастания в соседние структуры. Объем операции, операция кралитириоидоктомия выполняется у пациентов при распространенном процессе и объем решается именно по распространению, оценивается распространение местное и отдаленное. Палиативно-циторедуктивная операция, она, как и рассказывалось ранее, она, конечно, выполняется при местно распространенном процессе, тогда, когда у пациента есть все-таки шанс на удаление этого опухолевого узла в области щитовидной железы, когда имеется прорастание, например, щитовидных реч, гортань, в глотку. У данного пациента был выполнен ларингектомия, прорастание вендулярных корсидомов, щитовидных реч и по боковой к задней стенке глотки, выполнен объем большой, но далее качество жизни пациента, конечно, ниже, но оно не ухудшается, если говорить о том, что ждет таких пациентов в будущем. Операция по жизненным показаниям, она выполняется, конечно, в палиативном объеме, это выполнение трахеустомии, гастростомии, для того, чтобы обеспечить пациенту питание в последующем и дыхание, так как очень много пациентов к нам обращаются из регионов, те, которые уже в запущенных стадиях и практически с нарушением дыхательной функции экстренно выполняется трахеустомия при первом при поступлении этих пациентов в стационар. Послеоперационный период лечения, если его рассматривать, он зависит, конечно же, от видов медулярного рака, но в целом это гормонозаместительная терапия, лечение бифосфонатами выполняется в том варианте, когда медулярный рак уже запущен, имеется распространение в области костей скелета, когда необходимо поддержать пациента, и так как химиотерапии, в общем-то, стандартов лечения не существует на сегодняшний день, пока еще проводится лечение симптоматическое. Палиативно-дистанционная терапия, лучевая терапия, она рассматривается в том режиме, когда невозможно удалить хирургически первичную опухоль, когда имеется болевой синдром, либо в области первичной опухоли, либо в каком-то другом органе при поражении костейские лето конечностей, в этом варианте выполняется. Циторедуктивная операция выполняется при угрозе патологического перелома, при болевом синдроме, и оперативное лечение также выполняется при рассматривании определенной формы медулярного рака, если имеется поражение надпочечников, выполнение удаления опухоли. В настоящее время можно руководствоваться, конечно, мы руководствуемся клиническими рекомендациями. Это состав экспортной группы, мы представили для того, чтобы читать, в общем-то, для того, чтобы показать, какой огромный список врачей, докторов, федеральных учреждений, областных, городских диспансеров и институтов, который создан и разработал клинические рекомендации по диагностике, лечению и ведению таких тяжелых пациентов, которых мы очень редко видим. В общем-то, это категория тех больных, которые приезжают, либо случайно выявленная опухоль при внимательности пациента к самому себе, либо те пациенты, которые уже запущены и присланы к нам в институт для того, чтобы каким-то образом помочь. Очень часто возникает вопрос, когда поступает пациент из региона с запущенной формой, что делать с такими пациентами. Конечно, необходимо разрабатывать новые методики, но исследования, запускать какие-то клинические исследования для того, чтобы разработать и получить какие-то препараты. На сегодняшний день уже существуют эти препараты, и действительно, они спасают, в общем-то, жизни многих пациентов. И нас, конечно, на это все, на эти клинические испытания все это направляют те пациенты, которые поступают, но вот с таким вот распространением. Поэтому очень много вопросов и очень много желания помочь таким пациентам. Хирургическое лечение, оно является на сегодняшний день одной из таких основных методов лечения. Хотелось бы, конечно, вот в такой форме, когда имеется такое распространение, помочь пациентам, прибегая уже к препаратам, которые будут, которые существуют сегодня, и будут существовать, дальше будут исследованы. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Зимиря Ахметовна выполнила, перевыполнила норму по сокращению своего доклада. Тем не менее, есть ли вопросы? Я хочу до того, как задать вам, Зимиря Ахметова, вопрос, когда вы начинали, вот, показали стандарты хирургического лечения, у вас нигде не было гемитиреоиды эктомии. Все у вас только тиреоиды эктомии. Это вы стоите сегодня на тех вот позициях, что при раке щитовидной железы, вне зависимости от стадии, размеров, там, Т и так далее, стандартной и золотым, как говорил Анатолий Филипич, вообще не золотой стандарт, это очень такая относительная, потому что золотых стандартов в медицине нет, поверьте мне. Каждые стандарты пересматриваются. Это часто бывает, ну, скажем, не драгоценные золотые, а порой не совсем корректно даже. Но, тем не менее, такой термин сосуществует, но я лично считаю, что золотых стандартов в медицине нет. Вот, пожалуйста, ответьте, вот вы исключаете гемитиреоиды эктомию с стандартов? На самом деле нет, конечно, мы не исключаем гемитиреоиды эктомию, как я уже говорила. Нет, ну, у вас там нет, там пересислено целый ряд позиций, но нет гемитиреоиды эктомии. Я, честно, удивился. Ну, при медулярной карциноме больше по литературе, по клиническим рекомендациям рекомендуется все-таки удаление при медулярной карциноме, так доклад был посвящен медулярной карциноме, удаление сищетоидной железы. Нет, ну, это... Возможно, да, возможно, конечно, и применять гемитиреоиды эктомии. Я только хотел услышать, что вы ведь там не говорили только о медулярном, там же было и в высокодифференцированном раке. Ну, хорошо, давайте мы тогда, есть ли еще вопросы у присутствующих? Да, Лир Михайлович Берштейн. Да, 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 конечно. У нас есть несколько минут, Замира Ахмедовна сэкономила, поэтому мы сегодня... Замира Ахмедовна, вот вопрос, который мы практически никогда не обсуждали, может, у себя мы обсуждали, но с вами, например, нет. Значит, смотрите, делается экстерпация щитовидной железы, и у вас там написано «Гормонозаместительная терапия». Вот, мы знаем, что для высокодифференцированных карцином важно, какой уровень будет ТТГ на фоне заместительной терапии. Мы также понимаем, что ТТГ на клетке медулярной карциномы формально не действует. Но все-таки попадалась вам литература какая-нибудь, где, да, понятно, что число случаев этого заболевания меньше, чем высокодифференцированных карцином. Но, может быть, кто-нибудь все-таки следил, потому что уровень ТТГ даже нормальный, это довольно широкий диапазон. И, может быть, кто-нибудь показал, что на фоне заместительной терапии, она ведь не супрессивная там будет, а заместительная. Все-таки в силу того, что был разный уровень подавления, степень подавления уровня ТТГ, может быть, и результаты лечения все-таки были разные. Почему я так спрашиваю? Потому что какие-то работы попадались, что, да, териотропный гормон не влияет на С-клетки стимулирующим образом, но якобы, вот я видел такие работы, что влияние териоидных гормонов на продукцию кальцитонина, кто-то об этом говорил. То есть, может быть, здесь какие-то связи клинические проявляются, или вам это не попадалось, и вообще мнение аудитории это вообще не имеет никакого значения, или просто этим вопросом мало кто интересовался. Вот в чем вопрос. Ну, в общем-то, мало, действительно, в литературе очень редко встречаются такие вот исследования, и мало кто этим занимается, ввиду того, что, наверное, все-таки небольшая популяция этих пациентов. Спасибо. Если еще... Да, Владимир Григорьевич Лемников, профессор кафедры онкологии МАПО. Может быть, при обсуждении таких вопросов следует учитывать, что это нейроэндокринная опла. Эдулярный рак. Вы вопрос докладчика, да? Нет. Пожалуйста. Не докладчик. Докладчик это знает. Я говорю о направлении дискуссии. Нет, дискуссии мы еще... Пока вопрос, и дискуссия чуть позднее. Пожалуйста, мы еще Анатолию Филипповичу дадим сказать, задать вопрос. Я задаю этот вопрос не только вам, Замир Ахмедовна. Может, кто-то скажет, какая роль кальцитонина в организме человека? Есть у кого-то какая-то толковая информация? Ведь мы удаляем всю щитаидную железу, удаляем все С-клетки. И по уровню кальцитонина говорим, что мы убрали железу, нету С-клеток, мы молодцы. Больной радуется. Но организм-то как без кальцитонина обходится? Но ведь Господь создал зачем-то эти клетки и кальцитонин. Та теория, что это уровень кальция и кальцитонина находится в противоположном состоянии, она никак не оправдывается. Что бы Вы ответили за меры? Анатолий Филиппович, а можно в качестве дискуссии? Вы тут приводили стандарты, называя их золотыми, о том, что у детей надо удалять щитовидную железу. Но щитовидная железа у детей, она ведь тоже для чего-то. Если мы удаляем всю щитовидную железу, мы в любой ситуации подвергаем этого пациента тем опасностям и страхам, о которых Вы только что сказали сами. И вот Ваш вопрос, он мне очень симпатичен, потому что Вы, может, изменили свою первоначальную. Вы не сторонник сверхрадикализма. Как можно? А тут несколько вопросов, но я кратко отвечу. Утраченную щитовидную железу мы заменяем тироксином. А вот человек потерял кальцитонин, орган, который продуцирует кальцитонин, и мы его ничем не заменяем. То есть это вопрос, я думаю, что я бы не сказал, что тироксин заменит щитовидную железу, потому что вот сейчас есть некоторый вот тот же Лев Михайлович, он скажет, это не только участвует щитовидная железа в продукции вот этих необходимых препаратов. Спасибо.